Всем привет! С вами Ультра, и сегодня я покажу вам, как построить автоматическую фирму пшеницы, моркови и картофеля. Замечу, что это устройство работы с культурами с других модов, которые высаживаются по подобному принципу. Ну, скажем так, та же самая кукуруза, или всяческие другие вещи. Давайте перейдем к постройке. Берем землю и выстраиваем площадку 8х4. Готово. Теперь делаем вот таких 2 блока. И делаем вот такую перемычку. Теперь от этой перемычки отводим 6 блоков. То есть должна получиться площадка 4х7. Таких площадок можно делать сколько угодно. То есть просто опять делаете 2 блока, поднимаете и гоните еще таких площадок. Я сделаю одну. Здесь у меня сделаны 3 таких площадки, соответственно, фирма с 5 полками. Можно делать сколько угодно, но фирма получится нереально длинная. Поэтому я рекомендую масштабировать его вбок. То есть модули можно тупо пристроить друг к другу. То есть здесь выращивается пшеница, там морковка, там картошка, там еще что-то и так далее. Теперь делаем последнюю. Площадка должна получиться длиной в 5 блоков. Основа сделана. Теперь ставим поршни. Давайте я покажу вариант с липкими. Если у вас завалялось несколько липких поршней, то можно сделать по-другому. Конструкцию можно будет опустить. То есть вот обычный поршень у вас ставится вот так. А липкие на блок ниже. То есть липкие ставятся вот так. Сами выбирайте какой у вас вариант. Теперь Кладем необходимый нам блок. Я положу землю чисто для примера. Хотя нет, давайте я положу шерсть. Делаем вот так. Ставим 4 повторителя. Сыплем редстоун. И отводим его в любую сторону. Я отведу сюда, потому что с другой стороны у меня будет вода. То есть ведем, 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 ведем до самого конца. Здесь ставим блок. На него рычаг. И активируем систему. Здесь придется воткнуть несколько репитеров по ходу движения системы. Сказочно. Теперь делаем резервуар для воды. Я буду делать все из земли, потому что мне будем строить красиво. Я уже в который раз переснимаю. Делаем вот так. Теперь вот так. И наливаем в этот резервуар воду. Два с боков и один в любой из центральных блоков. Все. Вода залита. Теперь. Делаем желуд для воды. Для этого кладем блоки вот так. Замечу, что делать это надо не закрывая вот эти вот поддерживающие блоки. То есть не вот так, не вот так, не вот так. А именно так, как есть. Здесь желуд прокапывать не надо. Здесь просто закрываем блоки. Таким вот образом. Здесь блоки должны идти точно так же, как идут блоки земли. Вместе с этими, как ни странно. Так. Теперь. Проверяем желуд на целостность. Чтобы не смывало редстоун. И заливаем воду. Видим, вода хорошо потекла. Она должна дотечь ровно сюда. Либо на этот блок, либо на тот. Не критично. Здесь я, наверное, закрою чем-нибудь. Теперь. Что мы делаем? Мы. Закрываем все это хозяйство любыми твердыми блоками. Я возьму первое, что попалось под руку. Замечу, что в оригинале здесь все закрывалось полублоками. Но блоками как-то практичнее, потому что лук не вылетает за пределы фермы. Опять повторяем операцию. С этой стороны чистотель симметрии. Если вы будете заводить редстоун, то желательно его закапывать. Либо использовать какие-то эквиваленты из модификаций. Далее проверяем, нет ли нигде ничего. Пробуем открыть воду. Просто выключаем рычаг. Вот мы видим, вода пошла. Она должна дотечь ровно до кромки. Все, работает. Закрываем воду. И начинаем монтаж освещения. Здесь я заморочился. Просто в начале каждого из этих рядов декоративных блоков ставим вместо самого блока светокамень. Здесь тоже пихаем светокамень. Так, освещение смонтировано. Начинаем вспахивать. Ферму, кстати, можно засаживать не полностью. То есть, если у вас есть несколько семян, вы эти несколько семян засаживаете. А потом, когда расширяете производство, вы просто продолжаете, продолжаете, продолжаете. Вот эти фермы имеют в своем составе 5 полок. Тот недострой 4 полки. А это будет маленькое 3 полки. Хотя, вот эту полку из 7 блоков, в принципе, можно вообще не делать. Ферма получится компактная. Расход повторителей будет минимален. Ну, как? 5 повторителей. То есть, один вот здесь. Вот этого второго не будет. То есть, маленькая, аккуратненькая фермочка. По крайней мере, вполне хватит, чтобы обеспечивать себя хавчиком. Ну, если вы фармите животных без передыху, допустим, коров на книге, то без фермы пшеницы вам никуда. Потому что, пока вы ее соберете, пока вырастет срочная ферма, это тяжелейший геморрой. Теперь берем семена пшеницы и начинаем их высаживать. Я начну высаживать сверху. Теперь я для ускорения процесса возьму костную муку. На первую полу, вот на эту наверху, уходит 20 семян. На эту 28. А на эту полстака. Вот. Теперь давайте включим воду. Вот. Мы видим пшеницу смыла к чертям. Ее не замывает на бортике, как в том варианте. Здесь у меня не заниженные бортики, а из плит. Это дает уменьшенный расход блоков, но Единственное, что Расход семян Возрастает из-за того, что Они залетают на бортике. Вот. Их тупо смывает вниз. Вот здесь можно собрать все. Я включу выживать. Оба. Это первоапрельская шутка. Собираем весь лук. Вот. Пшеница и 40 семян. Смотрим, что ничего не приплыло. Закрываем воду. И идем по этим бортикам и высаживаем. Может даже Не заморачиваться по поводу Спрыгивания вниз. Можем просто обойти вот так. То есть прошли эти два блока, высадили. Вернулись. Прошли те два блока, высадили. То есть вот. Я засадил здесь два блока. Прошел по поршням. Готовы. Можно смело ждать следующего урожая. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. Надеюсь, что вам понравилось. Ну а пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok